70 лет назад в нашей стране произошло событие, значимость которого не требует доказательств. 27 января 1944 года блокадный Ленинград был освобожден от немецких захватчиков. Советские войска в результате двухнедельного наступления полностью освободили оккупированные территории. В Ленинград вошли только пленные немцы. Главные герои того времени, те, кто защищали город, и те, кто испытывал все тяготы блокадной жизни, заняли почетное место на сцене. Все теплые слова и аплодисменты звучали только в их адрес. В Иванове живет ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Матвеева. Она участвовала в обороне Ленинграда. О тех непростых временах вспоминает с горечью. Люди умирали на ходу. А зима была такая, что одевали на себя все, что можно было. И тулупы, и пледы, и покрывало. И вот так в очередь, когда стояли за хлебом, за этими вот кусочками, которые давали по 125 грамм, по 200 грамм. Так это что-то было такое. Но уже становилось привычным. Я никогда не забуду. Заняла очередь за женщиной. И она вот такой клетчатый плед на ней был. И ужас. Вы знаете, крупные воши ползают. Вот все, все, все. Так что вшивость была такая в эти дни. Воды не было. Брали воду или из Невы, или в зимний период таяли снег. Вот это были такие жизненные моменты. Во время войны Зинаида Матвеева была командиром стрелкового взвода. Награждена орденом Отечественной войны, медалями за оборону Ленинграда и доблестный труд в Великой Отечественной войне. Был в этот период призыв всеобщего воинского обучения. Я попала на это обучение. И в числе лучших бойцов была послана для прохождения дальнейшей службы в школу младших командиров. По окончании этой школы была направлена в распоряжение Ленинградского военкомата Октябрьского района. И вот готовила резервы для Красной армии. Михаил Калинин – участник боев за Ленинград. Война застала его в Архангельской области, куда он в составе топографического отряда отправился в свою первую экспедицию. Сидели, пили чаек с начальником нашего топоотряда. Вот. И прибежал из села, где мы размечались, прибежал наш работник, говорит, вот вы вроде тут чай пьете, а на нас немцев напали. Война уже идет. Во время войны работы геодезического профиля нельзя было выполнять без особого разрешения. Топоотряда привлекли строительство аэродрома. Затем Михаил Калинин был направлен на строительство железной дороги. В его подчинение оказались 25 заключенных – социально вредных элементов. Им дали срок за то, что не хотели работать. Эта бригада валила лес, очищая просеку для будущей дороги. Ночевать приходилось в лесу. Вот эти СВЭшники-то оказались исключительные ребята. Еще с вечера, не с вечера, а с утра, все срубленные деревья сваливают в какое-то место. Там разводится и целый день горит костер. К вечеру этот костер весь сметается, убирается, там теплая земля. Они так и говорят – до утра будешь спать, как на печке. По окончании работ Михаилу Калинину разрешили отправиться в Ленинградскую область. Там он пополнил ряды Красной армии. Спустя время стал свидетелем счастливого события – снятия блокады. Я проснулся и увидел, что с тенявинских высот, которые так долго держали и кропотливо оберегали немца, немец ушел сам добровольно. Потому что 14-го числа началось наступление Ленинградского фронта и Волховского фронта. Волховского-то началось раньше, на два дня у Волхова. Вот немцы, почувствовав, что их могут здесь оставить, то есть отрезать от своих сил, и заранее ушли. Долгие годы Михаил Васильевич скрупулезно собирал информацию о военных событиях. Накопилось пять томов. Есть здесь и ксерокопии документов, и фотографии, и даже карты с изображением линии фронта. Воспоминаний этих очень много, потому что у дедушки это нескончаемо. Он постоянно что-то вспоминает, причем у него память отличная. Он помнит все в подробностях. Также мы и описываем все в подробностях, потому что он считает, что это когда-то кому-то очень понадобится. И для истории его воспоминания будут очень ценные. Свидетели событий Великой Отечественной войны уходят один за другим. Их воспоминания, рассказы остаются в сердцах детей и внуков. Задача потомков – помнить и ценить подвиги старшего поколения при жизни. Ведь в скором времени постигать ужасы войны придется только из фильмов и книг.